Губернатор Алексей Дюмин призвал Туликов оставаться дома на майские праздники. Оставаться дома нас призывают многие общественные деятели, звезды кино, музыки, главы регионов и даже президент. Легко, будучи Алексеем Дюмином, оставаться дома в своей большой роскошной квартире с деньгами на счету и бутылочкой хорошего вина. Обычная же квартира среднего россиянина – это гетто-хата, где нужно на 25 квадратных метров ужиться с истеричной женой, бьющим под глаз мужем, орущими на удаленке детьми, дедом-алкашом и бабкой-сальцгеймером. Оставайтесь дома. Вот времена пошли. Порноактриса стала политическим блогером. Ребят, я не хотела. Привет! Это Ева Бергер и второй месяц карантина. Соседи за моей стеной ругаются все громче, выход на улицу напоминает поход сталкера, а деньги на счету постепенно тают. Градус напряжения явно усиливается, но не только из-за давящих четырех стен, но также из-за приближающихся платежей. С началом пандемии многих моих знакомых, которые работали в кафе, в ресторанах, в торговых центрах, в фитнес-клубах, просто уволили или попросили написать заявление об увольнении, и люди просто остались без работы, в надежде, что им поможет государство. Давайте посмотрим, как же помогло государство безработным. Первое. Выплаты. Людям, оставшимся без работы, а также на помощь малому и среднему бизнесу на зарплаты, выделена выплата по МРОД. В провинции это 12 тысяч рублей, в Москве это 19 тысяч рублей. Каким образом человеку, который снимает квартиру в Москве за 30 тысяч рублей плюс КУ, а именно такие цены в Москве на аренду жилья, поможет выплата в 19 тысяч рублей, если он остался без работы? При этом ЖКХ и арендная плата не отменяются. Хуже всего, что не отменяются и кредитные выплаты. Второе. Кредитные каникулы, которых нет. Когда я уезжала из Парижа, Макрон объявил о очень случайном положении. При этом он сказал, что ни один банк в такой ситуации не имеет права требовать выплаты по кредитам. Наш президент также в выступлении обратился к банкам и попросил их пойти людям навстречу, а именно организовать кредитные каникулы. Напишите в комментариях, кому-нибудь из вас банк все-таки дал эту услугу? У меня вот два кредита. Мне ни один банк не дал кредитные каникулы. Давайте разбираться почему. Давайте поподробнее о кредитных каникулах. На кредитные каникулы могут претендовать люди, у которых из-за всей этой ситуации с коронавирусом, либо снизился доход на 30%, либо вы вообще потеряли работу. Итак, у меня два кредита в двух банках. Первый банк – это банк Тинькофф. Тинькофф мне ответил следующее. Согласно закону ФСС-106 о кредитных каникулах, ваш кредит не попадает в программу реструктуризации. Альфа-банк мне также отказал. Почему? Давайте подробнее об Альфа-банке. У Альфа-банка к вам два предложения. Первое предложение – это кредитный карантин. Согласно нему, люди, которые хорошо платили по кредиту, без просрочек, с хорошей кредитной историей, могут получить кредитный карантин без особых документов. По кредитным картам вроде бы это должно происходить автоматически, и вам либо обнуляют до трех месяцев, либо снижают оплату на 70%. По ипотечным кредитам вы должны написать на почту заявление или прийти лично в банк, и по потребительским кредитам вы должны прийти лично в банк просто с паспортом, и вам все это автоматически, без лишних документов, одобряют. У меня не было ни одной просрочки. Никто мне ничего автоматически не обнулил. Вторая программа у Альфа-банка – это кредитные каникулы по государственной программе. И тут начинается моя самая любимая, любимая часть. Итак, если вы потеряли работу, либо ваш доход снизился на 30%, вы можете претендовать на кредитные каникулы по государственной программе. Но по этой программе действуют ограничения. И это просто любимейшая часть. Итак, вы можете претендовать на кредитные каникулы, если задолженность по ипотеке составляет не более 2 миллионов рублей на провинцию и не более 4,5 рублей в Москве. Потребительский кредит не более 250 тысяч и кредит по кредитной карте не более 100 тысяч рублей. Все люди с автокредитом – мое почтение. Стандартный автокредит – это кредит на 600-700 тысяч. Платите. Я не понимаю, почему люди, у которых кредит больше, чем, например, 250 тысяч, 260 или 270 тысяч обязаны, и у них точно есть деньги на оплату кредита. Вот это просто безумнейшая ситуация. Окей, вы разрешили не платить какое-то время тем, у кого кредитки по 10 тысяч. Но почему человек, у которого автокредит где-нибудь на 700 тысяч, который взят либо по кредитке, либо по потребительскому кредиту, обязан платить кредит сейчас, когда он потерял работу? Мы же все теряем работу не потому, что нам вздумалось, а потому, что гребаный коронавирус, карантин, изоляция, куча мест позакрывалась, кучу людей поувольняли. Мрот 12-19 тысяч никаким образом не поможет человеку, у которого ипотечный кредит 50 тысяч в месяц. Почему люди, у которых кредит за должность больше вот этих сумм, должны, обязаны платить по кредиту, если они потеряли работу? Где им брать деньги? Ну... Это бред. Это бред. Это бред. То есть, если я купила в Туле квартиру за 3 миллиона, и у меня долг, допустим, 2,5 миллиона, то я не могу претендовать на кредитные каникулы по государственной программе, даже если я потеряла из-за этого коронавируса работу. Какой в этом смысл? Почему? Почему? Это пипец. Это пипец. Ребят, это очень плохо. И где людям брать деньги? Где брать деньги? Где брать деньги? Где брать деньги? Допустим, вы подходите под все эти ограничения. У вас какой-нибудь потребительский кредит 100 тысяч рублей. Как же подать заявление на государственную программу по кредитным каникулам? Я говорю сейчас про Альфа-банк, потому что у меня кредит в Альфа-банке. К сожалению, под эти ограничения я уже не подхожу. Итак, ну если вы подходите, вы должны, внимание, скачать, распечатать, заполнить некоторые моменты от руки, сфотографировать и отправить заявление на почту банка. У меня в маленьком городе нет мест, где бы я, например, могла распечатать документ. Все это закрыто, потому что карантин. Я спросила у банка, если у меня нет принтера, у моих знакомых тоже нет принтера, и в моем городе нет мест, где можно распечатать документ, могу ли я написать его от руки и просто сфотографировать? Либо заполнить в Ворде. Мне сказали нет, вы должны обязательно распечатать заявление, некоторые моменты вставить от руки, сфотографировать и отправить. То есть, если у вас нет принтера или в вашем городе нет принтера, непонятно, как это заполнять. Если у вас все-таки получилось это сделать, и вы отправили заявление, банк вам одобрил кредитные каникулы, то в течение 90 дней вы должны отправить документы, подтверждающие снижение дохода, либо подтверждающие ваше увольнение. Если ваши доходы уменьшились, то вы должны подать справку о доходах за 2019-2020 год. А если вас уволили, вы должны отправить справку со статусом безработного. А сейчас мы переходим от одного бюрократического окошка в другое, а именно на сайт Госуслуги и на сайт Работа России, где вы должны встать на учет в Центре занятости. Проблема в том, что сайты сейчас из-за огромного количества заявок немного ключат и зависают. Но в итоге вам все-таки удастся там зарегистрироваться. Вы должны подать заявление, и через 11 дней вы получите решение по вашему случаю. И если вас признают безработным, то вы сможете, во-первых, получать мрот, 12 или 19 тысяч в зависимости от вашего региона, но не во всех случаях. И здесь очередной мой любимый момент, от которого я просто кайфую. Вот первый любимейший момент – это про ограничения. Не все могут претендовать на кредитные каникулы. А второй мой любимый момент – это вот этот вот. Вот обожаю этот момент. Слушайте. Если вы уволены до 1 марта, либо вы уволены из-за нарушения дисциплины, либо вы ищете работу впервые, привет всем официантам, которые работают за зарплату в конверте, или вы самозаняты, и ваша самозанятость сейчас закончилась, вы сможете претендовать на мрот только в полторы тысячи рублей. 20 евро. Выплаты. Сейчас. И хуже всего, что сейчас так легко не устроишься. Огромное количество мест сократилось. Если раньше можно было устроиться продавщицей или официанткой, или пойти наливать водку в баре, то сейчас этих рабочих мест нет. Их просто нет. Почему люди, которые, например, впервые устраиваются на работу, должны получать такие копейки? Сейчас ситуация определенно изменилась. Это не то, что раньше. Почему люди, которые уволились до 1 марта, не могут получать эти деньги? То есть эти выплаты по мрот, вот эти вот увеличенные, увеличенные до смешного, но увеличенные, это даже не для всех. Остальные получают полторы тысячи рублей. Моя знакомая парижанка, у нее есть гражданство, она получила выплату от государства полторы тысячи евро. Мой знакомый из США получил выплату в 1200 долларов. Наши выплаты в худшем случае 20 евро, в лучшем случае 250 евро. Мы такие нищие, ребят, мы нищие. Простите, что я забыла указать выплаты на ребенка. Итак, третье. Выплаты на ребенка. Семьям, у которых есть дети до трех лет, трехразовые выплаты в размере 5000 рублей. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Считаю, что ребенку в 4 года уже пора искать работу. 3000 рублей выплатят всем несовершеннолетним детям, у которых родители остались без работы. Также детям от трех до семи лет будут идти какие-то региональные выплаты, которые равны половине мрот. Подробнее обо всех выплатах в ссылочке под описанием. Это ссылка на госуслуги. Итак, вы собрали все необходимые документы. И, о чудо, банк одобрил вам кредитные каникулы. Хочу отметить, что пении никто не отменял. Они будут продолжать начисляться. Просто вы заплатите их позже. Услуга кредитные каникулы не бесплатна. Когда я готовила этот материал о кредитных каникулах, я попросила своих подписчиков в Инстаграме написать, кому-то из вас что-то банк одобрил. Скажем так, из 30 написавших мне, одной девчонки одобрили кредитные каникулы. Всем остальным ответили так же, как мне. Вы не подходите под программу реструктуризации. Несмотря на то, что вы потеряли работу. Делайте, что хотите. Что хотите. В России огромное количество людей с кредитами. От малых, которые сейчас, конечно, будут расти, до больших ипотечных. Банки неохотно идут людям навстречу насчет кредитных каникул. Государство на поддержку штанов выделяет какие-то мизерные деньги. ЖКХ, арендную плату, коллекторов никто не отменял. Многие люди потеряли работу. Многие рабочие места сейчас недоступны. ВОЗ объявила о продлении всеобщего глобального режима ЧАЭС. Франция уже продлила чрезвычайное положение до 24 июля. Роспотребнадзор заявил, что сроки окончания пандемии, предполагаемые сроки, сдвинулись к 8 августа. Что делать людям? Где брать деньги? Конечно, все это не так страшно, как смерть от пневмонии, тяжелая болезнь или потеря близкого. Но все эти финансовые и психологические проблемы могут вернуть нам не то, что 2008, но и все 90-е, где люди начнут на улицах грабить людей. Что, ребят, планируете делать? Мой совет. Пошли все на вебкам. А с вами была Ева Бергер. Поставь лайк, если считаешь это видео полезным, и поделись репостом. Подпишись на мой канал, чтобы увидеть другие ролики. Ребят, держимся! Держимся!